доброе утро друзья не знаю снимает снимает короче получилась такая ситуация что у меня все оперативненько сложилось за за пять минут и сейчас нам нужно ехать по птичку я вам говорил что я хочу бройлеров и вот когда найду хоть каких-нибудь таких и возьму единственное чего не хотелось это суточных но это уже точно не суточные цыплятки подержать в них нужно совсем чуть-чуть и мне даже нет для них этой поилки храмушка если появится то лопнула то еще что-то идти вот которые у меня есть я не буду их забирать потому что не то у курта у цыплят каких-то стоит и у меня нужно купить еще и комбикор потому что его тоже у меня нету а цыплята будут прямо сейчас потому что марина сейчас покормит артема и мы будем ехать а я хочу хотя бы повыметать вот здесь шуточку не проверить а повыметать и подстелить соломки что уже сразу сейчас как привезем это сразу и сюда посадить ну и пусть себе пусть себе живут свою совсем 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 короткую потому что я не знаю какого-нибудь возраст я сейчас все поузнаю но могу точно сказать потому что это было написано в объявлении что вес от 3 до 4 килограмм вот так вот это все потому что ну как бы не так то тут страшно то что комбикорм там или какой-то авторопостилка а мне не хочется что тут мыши бегали могли могли поэтому сейчас это ну заметаю все и подстелю соломкой а там уже будет видно как выглядит птичка и с и Сейчас покажу и расскажу. Ничего белить не буду, потому что, еще раз повторюсь, птица взрослая, максимально взрослая, готовая к забою. Птица, у тебя будут эти, соседи. Ты была сама, без каких-либо соседей, а сейчас появятся. Как-то так. Сейчас, наверное, еще успею кушать, понасыпать. Потому что, я же говорю, только утро, я еще никого не кормил, ничего не убирал, ни у кого не чистил. Вот такой получился момент. Я же говорю, как бы, ну я сейчас вам все объясню по ходу. Ну, короче, машину прогреваем, выезжаем. Место я подготовил. И это ехать тут недалеко, это прям тут у нас по месту. Знаете, я вам говорил, что если найду, то я возьму. Но так получилось сегодня утром. Заезжали мои паивщики, ну, деньги забрать за пай. И говорят, ну все, мы поехали, потому что там сказали, только до обеда будут отпускать. Я говорю, кого отпускать? Они говорят, да мы ж по этих. Что, муха? Так она же с той стороны глянь. Говорит, мы ж по цыплят приехали. Говорит, какие цыплята? Да по весу продают тут у вас. Залез в это, в группу нашу местную. Там дня три не был. А, ну, а вчера? Да она с той стороны. С той стороны муха. Муха на это. Ну, помощничек. Ну, она с той стороны. Вон муха сидит на этом, на стекле. Не видно. Улетела, все. Все, улетела. И это. Залез в группу, посмотрел. А там объявления, что типа продаются уже такие. Ну, типа можно еще чуть подержать. Полтора месячные. А можно уже сразу убирать. Ну, сейчас сначала привезем цыплят, получается. Ну, это не цыплята уже, а как бы тушки. Ну, это не тушки, это живая птица, но уже не цыплята. Хотя цыплята, потому что полтора месяца. Ну, ладно, короче, смысл не в этом. Но я имею в виду, что у меня же даже их кормить нечем. Мы сейчас привезем. Нет, это не ням. Это губки мазать, чтобы не полопались. Открывать? Давай, открывать. Ну, и, короче, сейчас привезем цыплят. А потом поедем сразу по корму. Потому что... На. Маша. Это мама мажет. И Артем за мамой. Вот молодец. Молодец какой. Правильно. Зима, холодно. Губки надо увлажнять. И папе, Маш, давай. Папе, Маш. Папе, на Маш. На, Маш, папе. На, мне. Мне давай. Давай. Ну. Все. Маме отдавай. На. Закрывай и давай маме. Ну, в общем, вот такие вот планы. Знаете, такие. Нежданно-негаданно. Оно как-то само все организовалось. Ну, все. Сейчас Машинку прогреваем. Вон, два ящика я взял. Я беру немного, так как это для себя. Ну, и в морозилку тоже складывать не вариант. Там нет места. Там очень много костей, которые нужно или поварить, или скормить животным. Потому что они будут собираться, собираться. То одно мясо, то другое. А кости собираются и пол морозилки костей. Ну, и плюс же в морозилке и томат наморозили. Много бутылок свежих. Мы перекрутили и наморозили. И, в общем, туда складывать точно не вариант. Поэтому беру немного. И узнаю, как у них там с регулярностью. Может, еще как-нибудь возьмем зимой. Ну, вот так. Все. Поехали мы за Ципой. Артем лезть на свое место. Машинка прогрелась. Ну, а потом уже увидимся после того, как купим. Все, короче, птичку взяли. Сейчас, ну, вон в ящиках. Сейчас уже вам покажу, уже как приедем. Ну, будем высаживать. Просто мне так смешно. Ну, а заулыбался я. Подъезжаем это. Подъезжаем туда же, к сараю. Ну, где птичка сидит. А хозяин выходит и говорит, ааа, понятно. Говорит, ну не пойму, с кем по телефону разговариваю. Типа что-то голос знакомый. А тут пришел, говорит, ааа, булумаер приехал. А мне так смешно что-то. И спросили, а там еще и работает паренек, с которым я работал на грибах. А я ему говорю, говорю, мне, пожалуйста, петушков самых больших. Короче же, было много мяса. Будем фарш крутить. Ну, в общем, выловили мне. А еще говорю, чтобы, потому что, ну, бралера, они с возрастом на ножки слабые. А говорю, мне, пожалуйста, таких, за которыми ты сейчас будешь по загону гоняться. Чтобы они у меня еще хотя бы недельки-две пожили. Я узнал, когда они это, когда они вывелись, цыплята. Получается, что они вывелись 9 сентября. Это значит, что 9 ноября им будет 2 месяца. И вот до 9 ноября мы их всех уберем. То есть, как бы, я их долго держать не буду. Мы сейчас их высадим, а потом поедем еще купим кукурузку для них. И комбикорм бройлерный, финишный. И буду мешать кукурузку с комбикормом. И будет такой красивой, красивая желтенькая тушка. Ну, в общем, вот такие вот планы на бройлера. Как-то так. Ну, а сейчас едем, будем их, буду их сейчас садить в помещение. Ну, вот в этот же загончик, который вы только что видели. Высаживать, короче, будем. Все, друзья, увидимся в сарае. И гусочка там, а дэц и помаленько. Ее? Погладь. Хороша. Вот такая хорошая. Ох, и тяжелая. Вес получился... Сейчас скажу точно. На 11 штук 40... 46 килограмм почти. Оп! Аккуратно. Аккуратно цыпочка. 46 килограмм на 11 штук. Получается чуточку больше каждая птичка, чем 4 килограмма. Гусочка там, да? А тут курочка. Ну, вот так. Все. Сейчас заношу, иду переодеваюсь и продолжим. Хорошая цыпа, да? Да. Помощник. Да, помощничек мне. Сейчас же надо сейчас ездить. Или вы тоже что-то нас ждете? Нет. А, все. Нам же надо что-то по кормам съездить. Нам нечем их кормить. Все, поехали. Притянул уже бролерков. На самом деле прям тяжеленный. На самом деле. Или затянул только что ящики. А их-то всего 11 штук. Ну, и нужно сейчас их протягивать вот сюда. Еще раз повторюсь. Я вроде уже говорил. У меня нет для них даже поилки, в которые у нас поставить воду. Но мы сейчас их сразу высаживаем и едем за кормом. То есть сегодня понедельник. Магазин работает. Он там вроде воскресенье не работает. Куплю сейчас комбикорм из расчета на 2 недели на каждую птичку. То есть их 11 штук. Они в среднем съедают около 5 килограмм в месяц. На 2 недели 2,5 килограмма. То есть мне надо где-то 25 килограмм. Мешки там 20 килограммовые. Можно 40 килограммовые взять. Я возьму 2 по 20 килограмм. И буду знать, что у меня с запасом. Потому что, кто его знает, может чуточку еще дольше подержу. Ну и все. И мешочек кукурузы еще возьму. Потому что у меня уже нету. Это я буду подмешивать их в корм. 50 на 50. Чтобы они были с желтым жирком. Вот так. А сейчас попробую дотянуться к самому. Пять штучек. Тяжелая малышня. Малышня? Малышня, да? Вот так, короче. Давайте вас вот так поставлю. Давай, давай. Опа. Оп. 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 Ой, как им не нравятся. Да? На соломке. Ну, сейчас. Должны. Должны освоиться. Оп. Ножки разъезжаются. Солома скользкая. Оп. Ну, знаете. По ним будет видно, кого нужно будет первого убрать. А кого можно будет еще немножко подержать. Не знаю. Тут одни петухи. Потому что, как бы, продажа на вес, им все равно кого продавать. То, знаете, когда я брал на птичнике, там я брал поштучно. Они не хотели заморачиваться. Вот так ножки разъезжаются. У большого. Ну, я думаю, поняли. А там я брал поштучно. Поэтому они старались накидать и петухов, и кур. А так как здесь по весу, я взял 80 гривен за килограмм живого веса. Давай, давай. Вот такие 4-килограммовые красавчики. Опа. Давай, давай. Давай. Оп. Оп, 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 оп. Давай, давай. Ой, это прям большой. Большой, большой, большой. Давай. Давай, давай. Оп. Вот так. Ох. Фух. Цыплятки называются, да? Цыпляточки. Вот так. Вот так. Кто-то, кто-то может подумать. Вот опять набрал, типа, работы ему не хватает. Ну, как бы это не так, но, друзья, как бы с бролерками работа совсем не сложная. Я вам уже много раз показывал это. С ними прям легко-легко. Ну, и с такими вообще никакой работы. Это, знаете, это уже, как говорится, осталось только, ну, тихо. Тихо. Только докормить. Их можно вот очень много людей. Вот я когда пришел брать, то люди приходят... Ну, чего ты грызешь эту кормушку? Зачем ты создаешь тут этот? А? Шум. Много человек вот передо мной прямо шли и брали несколько, ну, несколько штук в мешок. Я так понимаю, они сейчас их домой донесут и сразу уберут на мясо, как бы, и все. То есть очень-очень легко. Ну, как бы птичка уже полностью готова к забою. Ну, а я немножечко, немножечко их одомашню. Не могу сказать, что они прям, как бы, не домашние. Потому что они, ну, как бы, я туда зашел только что в сарай, там, где мне их выносили. Там комбикорм у них, не буду уже говорить какой, но очень даже хорошего качества. Не очень даже, а прям хорошего качества. Я когда-то им пользовался. Но сейчас, сейчас тут мне негде такой брать. Поэтому я поеду там, где беру перепелам и своим цыплятам. Вот этот обычный комбико бройлерный. Но я возьму не финишный, а ростовой. Финишный более такой пустой, а ростовой более питательный. Там разница в цене небольшая, поэтому пусть едят. И еще, как бы, что немаловажно, я же хочу добавить кукурузки. Вот так. Вот такие вот дела. Ну, а сейчас им, ну, как вы видите, ни поилки, ни кормушки не ставлю. Они не голодные. У них там был свободный доступ к корму и к воде. И я их принес пять минут назад. Поэтому то, что сейчас мы, ну, в течение часа туда-назад съездим в магазин за комбикормом. Ну, и поилку же там возьму. Не думаю, что с ними что-то случится. Все-таки птичка уже взросленькая. Ну, вот такие вот дела. Еще раз повторюсь, что здесь одни петушки. Я так попросил. Ну, как бы, это уже на усмотрение покупателя. Птичка, на самом деле, курочка. Много кто говорит. И я могу тоже это сказать. Что она более кажется такой нежной. Но это уже достаточно большая птица. Которая уже тот возраст нежнятинки переросла. Потому что им, получается, ну, вот уже совсем-совсем скоро. Через два дня им 50 дней. А я еще дней, ну, 12, получается, подержу. Им будет ровно два месяца. Я их взял для того, чтобы у нас был фарш куриный. Потому что очень хорошо мы, ну, кушаем котлеты. Часто готовим и к макаронам, и к кашам, и к картошке. Ну, короче, это такая разновидность мяса. Который у меня по своим... Ну, как сказать правильно. По методу выращивания не получается... Ну, не получается невозможно вырастить свое домашнее. Ну, только или купить цыпляточек. Ну, как бы, или вот такой готовый уже птичку. Ну, вот так. Вот этот мне не нравится. Я просил, чтобы все бегали. А он, вон, видите, не сильно бегает. Ну, его взял, наверное, потому что он такой толстый. Ну, посмотрим. Вон, сейчас они немножечко нагадят на солому. И она будет не такая скользкая. Я потом еще немножко с опилками поверху притрушу. И, возможно, ноги... Это солома скользкая. Ноги не будут разъезжаться. Ну, короче, будет видно. Ну, а пока вот такой вот небольшой ролик. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. А мы поехали по Куарм. И у того ножки едут. Ну, вот так. Все, друзья. Всем пока-пока.